Четвертая книга Моисеева. Числа. Глава первая. И сказал Господь Моисеев в пустыне Синайской. В скине собрание, в первый день второго месяца, во второй год, по выходе их из земли египетской говоря. Исчислите все общество сынов Израилев, по родам их, по семействам их, по числу имен, всех мужеского пола поголовну. А двадцати лет и выше. Всех годных для войны у Израиля. По ополчениям их исчислите их, ты и Аарон. С вами должны быть из каждого колена по одному человеку, который в роде своем есть главный. И вот имена мужей, которые будут с ними. От Рувима, Елицур, сын Шадиура. От Сиома, Шалумиил, сын Суришаддая. От Иуда, Наасон, сын Аминадава. От Исахара, Нефалим. Афанаил, сын Цуара. От Завулона, Илиав, сын Хелона. От сынов Иосифа. От Ефрема, Елишама, сын Амиуда. От Монастии, Гамалиил, сын Педацура. От Вениамина, Авидан, сын Гедеония. От Дана, Ахиезер, сын Амишаддая. От Асира, Пагиил, сын Ахрана. От Гада, Елисав, сын Регуила. От Нефалима, Ахира, сын Инана. Это избранные мужи общества, начальники колен отцов своих, главы тысяч Израилевых. И взял Моисей и Арон мужей сих, которые названы поименно, и собрали они все общество в первый день второго месяца. И объявили они родословия свои по родам их, по семействам их, по числу имен от двадцати лет и выше поголовно, как повелел Господь Моисею. И сделал он счисление им в пустыне Синайской. И было сынов Рувима первенца Израилева, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен поголовно, всех мужеского пола двадцати лет и выше, всех годных для войны. И счислено в колене Рувимовом сорок шесть тысяч пятьсот. И счислено в колене Рувимовом сорок пять тысяч шестьсот. Сынов Иуды, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен их, поголовно, всех мужеского пола, от двадцати лет и выше, всех годных для войны. И счислено в колене Иудинам семьдесят четыре тысяч шестьсот. Сынов Иуды, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен их, поголовно, всех мужеского пола, от двадцати лет и выше, всех годных для войны. И счислено в колене Иуды, по родам их, по племенам их, по числу имен их, поголовно, всех мужеского пола, от двадцати лет и выше, всех годных для войны. Исчислено и колено за Вулоновым в колене 57400 Сынов Иосифа, сынов Ефрема, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен их, поголовно всех мужеского пола, от 20 лет и выше, всех годных для войны Исчислено в колене Ефремом 40500 Сынов монастей, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен их, поголовно всех мужеского пола, от 20 лет и выше, всех годных для войны Исчислено в колене Манасием 32200. 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 Исчислено в колене Манасием 42200. 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 И воинство его, вошедших в исчисление, его 45650. Всех вошедших в исчисление к стану Рувима 151450. По ополчениям их вторыми они должны отправляться. Когда пойдет скинье собрание, стан левитов будет в середине станов. Как стоят, так и должны идти. Каждый на своем месте при знаменах своих. Знамя стана Ефремова по ополчениям их к западу. И начальник сынов Ефрема Елишама, сын Аммиуда. И воинство его, вошедших в исчисление его 40500. Подлине его колено Манасиема и начальник сынов Манасием Гамалиил, сын Педацура. И воинство его, вошедших в исчисление его 32200. Потом колено Вениамина и начальник сынов Вениамина. Авидан, сын Гедеония. И воинство его, вошедших в исчисление его 35400. Всех вошедших в исчисление к стану Ефрема 108100. По ополчениям их третьими они должны отправляться. Знамя стана Данова к северу. По ополчениям их и начальник сынов Дана Ахиезер, сын Амишаддая. И воинство его, вошедших в исчисление его 62700. Подлине его ставят стан колено Асирова и начальник сынов Асира Пагиил, сын Охрана. И воинство его, вошедших в исчисление его 41500. Далее ставят стан колено Нефалима и начальник сынов Нефалима Ахирра, сын Янана. И воинство его, вошедших в исчисление его 53400. Всех вошедших в исчисление к стану Дана 157600. Они должны идти последними при знаменах своих. Вот вошедшие в исчисление сыны Израиля по семействам их. Всех вошедших в исчисление в станах по ополчениям их 603550. А левиты не вошли в исчисление вместе с сынами Израиля, как повелел Господь Моисею. И сделали сыны Израиля все, что повелел Господь Моисею. Так становились станами при знаменах своих. И так шли каждый по племенам своим, по семействам своим. Числа. Глава 3. Вот родословие Аарона и Моисея, когда говорил Господь Моисея на горе Синае. И вот имена сынова Аарона, первенец Надав, Авиуд, Елеазар и Фомар. Это имена сынова Аарона, священников помазанных, которых он посвятил, чтобы священно действовать. Но Надав и Авиуд умерли перед лицом Господа, когда они принесли огонь чуждый перед лицом Господа в пустыне Синайской. Детей же у них не было, а остались священниками Елеазар и Ифомар при Аароне отце своем. И сказал Господь Моисею, говоря, приведи колено Левина и поставь его перед Аароном, священником, чтобы служили они ему. И пусть они будут на страже за него и на страже за все общество при скинии собрания, чтобы отправлять службу при скинии. И пусть хранят все вещи скинии собрания и будут на страже за сынов Израилевых, чтобы отправлять службу при скинии. Отдай Левитам, Аарону, брату твоему и сынам его, священникам, в распоряжение, да будут они отданы ему и сынов Израилевых. Аарону же и сынам его поручи скинию откровения, чтобы они наблюдали священническую должность свою и все, что при жертвеннике и за завесою. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти. И сказал Господь Моисею, говоря, вот я взял левитов из сынов Израилевых вместо всех первенцев, разверзающих ложе сна из сынов Израилевых. Они будут взамен их, левиты должны быть мои. Ибо все первенцы мои, в тот день, когда поразил я всех первенцев в земле египетской, осветил я себе всех первенцев Израилевых. От человека до скота они должны быть мои. Я Господь. И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, говоря, исчисли сынов левитов по семействам их, по родам их, всех мужеского пола от одного месяца и выше исчисли. И исчисли их Моисея Аарон по слову Господню, как павильона. И вот сыны левины по именам их, Герсон, Кааф и Мирари. И вот имена сынов Герсону по родам их, Ливни и Шемей. И сыны Каафа по родам их, Амрам и Исгар, Хеврон и Узиил. И сыны Мирари по родам их, Махли и Муши. Вот роды Ливины по семействам их. От Герсона род Ливни и род Шемея. Это роды Герсонова. Исчисленных было всех мужеского пола от одного месяца и выше 7500. Роды Герсонова должны становиться станом позади Скинии на запад. Начальник поколения сынов Герсоновых или остав сын Лаелов. Хранение сынов Герсоновых в Скинии собрания поручается Скинии и покровь ее из-за веса входа Скинии собрания. Из-за веса двора, из-за веса входа двора, который вокруг Скинии и жертвенника. И веревки ее со всеми их принадлежностями. От Каафа род Амрама и род Изгара. И род Хеврона и род Узиила. Эти роды Каафа. По счету всех мужеского пола от одного месяца и выше 8600, которые охраняли святилище. Роды сынов Каафов должны ставить стан свой на южной стороне Скинии. Начальник же поколения родов Каафовых. Илсофан сын Узиила. В хранении у них ковчег, стол, светильник, жертвенники, священные сосуды, которые употребляются при служении. И завеса со всеми принадлежностями ее. Начальник, над начальниками левитов, Иллиазар сына Аарона священника. Под его надзором те, которым вверено хранение святилища. От Мирари род Махли и род Муши. Это роды Мирари. Из численных по числу всех мужеского пола от одного месяца и выше 6200. Начальник поколения родов Мирари Суриил, сын Алихаила. Они должны ставить стан свой на северной стороне Скинии. Хранение сынов Мирари поручается брусья Скинии и шесты ее, и столбы ее, и подножия ее, и все вещи ее со всеми устройствами их. И столбы двора со всех сторон, в подножия их, и коля их, и веревки их. А с передней стороны Скинии, к востоку, перед Скинию собрания, должны ставить стан Моисей и Аарон и сыны его, которым вверено хранение святилища за сынов Израилевых. Если приступит кто посторонний, предан будет смерти. Всех исчисленных левитов, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господню, порадам их. Всех мужеского пола от одного месяца и выше. 22 тысячи. И было всех первенцев мужеского пола по числу имен от одного месяца и выше. 22 тысячи. 273. И сказал Господь Моисею, говоря, возьми левитов, вместо всех первенцев из сынов Израиля, и скот левитов, вместо скота их, пусть левиты будут мои, я Господь. А выкуп 273, которые лишние против числа левитов, из первенцев израильских, возьми по пяти сиклей за человека, по сиклю священному возьми. 20 гер в сикле и отдай серебро сие Аарону и сынам его, выкуп за излишних против числа их. И взял Моисея серебро выкупа за излишних против числа знаменитых, замененных левитами. От первенцев израилевых взял серебро 1365 сиклей, по сиклю священному. И отдал Моисею серебро выкупа за излишних Аарону и сынам его, по слову Господню, как повелел Господь Моисею. Числа. Глава 4. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, исчисли сынов Каафовых и сынов Леви, по родам их, по семействам их, а от тридцати лет и выше, до пятидесяти лет, всех способных в службе, чтобы отправлять работы в скинье и собрание. Вот служение сынов Каафовых, левитов, по родам их, по семействам их, в скинье и собрание, носить святое святых. Когда стану надобно подняться в путь, а Аарон и сыны его пойдут и снимут завесу закрывающую и покроют ею ковчег откровения. И положат на нее покров из кож синего цвета, и сверх его накинут покрывало все из голубой шерсти и вложат шесты его. И стол хлебов предложения накроет одежду из голубой шерсти и поставит на нем блюда, тарелки, чаши и кружки для возлияния. И хлеб его всегдашний должен быть на нем. И возложат на них одежду багряную, и покроют ее покром из кожи синего цвета, и вложат шесты его. И возьмут одежду из голубой шерсти и покроют светильник, и лампады его, и щипсы его, и лотки его, и все сосуды для еле, которые употребляют при нем. И покроют его, и все принадлежности его покром из кож синих, и положат на носилки. И на золотой жертвенник возложат одежду из голубой шерсти, и покроют его покром из кож синих, и вложат шесты его. И возьмут все вещи служебные, которые употребляются для служения в освятилище, и положат в одежду из голубой шерсти, и покроют их покром из кож синих, и положат на носилки. И очистят жертвенник от пепла, и покроют его одеждой пурпуровой, и положат на него все сосуды его, которые употребляются для служения при нем. Угольницы, вилки, лопатки, и чаши, и все сосуды жертвенника, и покроют его покром из кож синих, и вложат шесты его. И возьмут пурпуровую одежду, и покроют умывальник, и подножие его, и положат на них кожаное синее покрывало, и поставят на носилки. Когда при отправлении в путь стана Аарон и сыны его покроют все святилище, и все вещи святилища, тогда сыны Каафа подойдут, чтобы нести, но не должны они касаться святилища, чтобы не умереть. Сие части скинии собрания должны насылить сыны Каафовы. Или Азару, сыну Аарона, священника, поручается и лей для светильника, и благовонное курение, и всегдашнее хлебное приношение, и лей помазания. Поручается вся скиния, и все, что в ней, святилище и принадлежности его. И сказал Господь Моисея и Аарону, говоря, не погубите колено племен Каафов и среды левитов, но вот что сделайте им, чтобы они были живы и не умерли, когда приступают к святому святых. А Аарон и сыны его пусть придут и поставят их каждого в служение его и уноше его, но сами они не должны подходить смотреть святыню, когда покрывают ее, чтобы не умереть. И сказал Господь Моисею, говоря, исчисли из сынов Герсона по семействам их, по родам их от тридцати лет и выше до пятидесяти лет, исчисли их всех способных к службе, чтобы отправлять работы при скинии собрания. Вот работы семейц Герсоновых при их служении и ношении тяжести. Они должны носить покровы скинии и скинию собрания, и покров ее, и покров кожаный синий, который поверх его, и завесу входа скинии собрания. И завесы двора, и завесу входа во двор, который вокруг скинии жертвенника. И веревки их, и все вещи, принадлежащие к ним. И все, что делается при них, они должны работать. По повелению Аарона и сынов его, должны производиться все службы сынов Герсоновых, при всяком ношении тяжести и всякой работе их. И поручите им хранение все их, что они носят. Вот служба родов сынов Герсоновых в скинии собрания. И вот, что поручается их хранению под надзором Ифамара, сына Аарона, священника. Сынов Мирариных по родам их, по семействам их, исчисли. От 30 лет и выше до 50 лет, исчисли всех способных на службу, чтобы отправлять работы при скинии собрания. Вот, что они должны носить по службе их при скинии собрания. Брусья скинии, и шестые ее, и столбы ее, и подножия ее. И столбы двора со всех сторон, и подножия их, и коля их, и веревки их, и все вещи при них, и все принадлежности их. И по именности считайте вещи, которые они обязаны носить. Вот работы родов сынов Мирариных по службе их при скинии собрания. Под надзором Ифамара, сына Ааронова, священника. И исчислил Моисея и Аарона начальники общества сынов Каафовых, по родам их, и по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, всех способных к службе для работ в скинии собрания. И было исчислено по родам их 2750. Это исчислено из родов Каафовых, все служащие при скинии собрания, которых исчислил Моисея и Аарон по повелению Господню, данному через Моисея. И исчислено сыны Герсона, по родам их, и по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, все способные к службе для работ в скинии собрания. И было исчислено по родам их, по семействам их, 2630. Это исчислено из родов сынов Герсона, все служащие при скинии собрания, которых исчислено Моисея и Аарон по повелению Господню. И исчислено роды сынов Мирариных, по родам их, и по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, все способные к службе для работ в скинии собрания. И было исчислено по родам их, по семействам их, 3200. Это исчислено из родов сынов Мирариных, которых исчислил Моисея и Аарон, по повелению Господню, данному через Моисея. И исчислено все левиты, которых исчислил Моисея и Аарон, и начальники Израиля, по родам их, и по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, все способные к службе для работ в скинии собрания. И было исчислено их 8580. По повелению Господню через Моисея, определены они каждый к своей работе и ношению. И исчислены, как повелел Господь Моисею. Числа, глава 5. И сказал Господь Моисею, говоря, повели сынам Израилю выслать из стана всех прокаженных и всех имеющих истечения, и всех осквернившихся от мертвого. И мужчин, и женщин, вышлите, за стан вышлите их, чтобы не оскверняли они станов своих, среди которых я живу. И сделали так сыны Израилевы, и выслали их вон из стана. Как говорил Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека, и через это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа та, то пусть исповедуются во грехе своем, который они сделали. И возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили. Если же у него нет наследника, которому следовало бы возвратить за вину, то посвятить это Господу. Пусть будет это священнику, сверховно ощущение, которым он очистит его. И всякое возношение всех святынь, сынов Израилевых, которые они приносят священнику, и ему принадлежит. И посвященное кем-либо ему принадлежит. Все, что даст кто священнику, ему принадлежит. И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилевым, и скажи им, если изменит кому жена, и нарушит верность к нему, и переспит кто с нею и изльет семя, это будет скрыто от глаз мужа ее. И она осквернится тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет улечена, и найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она не осквернена. Или найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена. Пусть приведет муж жену свою к священнику и принесет за нее в жертву десятую часть ефы ящменной муки, но не возливает на нее или и не кладет ливана, потому что это приношение ревнования, приношение воспоминания, напоминающее о беззаконии. А священник пусть приведет и поставит ее перед лицом Господне, и возьмет священник святой воды и глиняный сосуд, и возьмет священник земли с полу скини и положит в воду, и поставит священник жену перед лицом Господне, и обнажит голову женщины, и даст ей в руки приношение воспоминания, это приношение ревнования. В руке же у священника будет горькая вода, наводящая проклятие. И заклянет ее священник, и скажет жене, если никто не переспал с тобою, и ты не осквернилась и не изменила мужу своему, то невредимо будешь от всей горькой воды, наводящей проклятие. Но если ты изменила мужу твоему и осквернилась, если кто переспал с тобою, кроме мужа твоего, тогда священник пусть заклянет жену клятвую проклятие, и скажет священник жене, да предаст тебе Господь проклятию и клятве в народе твоем, и да соделает Господь лона твою опавшим, и живот твой опухшим. И да пройдет вода сия, наводящая проклятие во внутренность твою, чтобы опух живот твой, и опала лона твоем. И скажет жена, аминь, аминь. И напишет священник заклинание сии на свитке, и смоет их в горькую воду, и даже не выпить горькую воду, наводящую проклятие, и войдет в нее вода, наводящая проклятие, ковреду ее. И возьмет священник из рук жены хлебное приношение ревнования, и вознесет сие приношение пред Господом, и отнесет его к жертвеннику. И возьмет священник горстью из хлебного приношения часть в память, и сожжет на жертвеннике, и потом даже жене выпить воды. И когда напоят ее водой, тогда, если она нечистая и сделала преступление против мужа своего, горькая вода, наводящая проклятие, войдет в нее, ковреду ее, и опухнет чрево ее, и опадет лона ее, и будет эта жена проклятой в народе своем. Если же жена не осквернилась и была чиста, то останется невредимой и будет оплодотворяема семенем. Вот закон о ревновании, когда жена изменит мужа своему, осквернится, или когда на мужа найдет дух ревности, и он будет ревновать жену свою, тогда пусть он поставит жену перед лицем Господа, и сделает с ней, священник, все по всему закону. И будет муж чист от греха, а жена понесет на себе грех свой. Число 6 глава. Во все дни Назарейства своего не должен он есть и пить ничего, что делается из винограда от зерен до кожи. Во все дни обета Назарейства его бритва не должна касаться головы его. До исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назаре и Господу, свят он, должен растить волосы на голове своей. Во все дни, на которые он посвятил себя в Назаре и Господу, не должен он подходить к мертвому телу. Прикосновением к отцу своей, матери своей, брату своему и сестре своей, не должен он оскверняться, когда они умрут, потому что посвящение Богу его на главе его. Во все дни Назарейства своего свят он Господу. Если же умрет при нем кто-нибудь вдруг, нечаянно, и он осквернит тем голову Назарейства своего, то он должен остричь голову свою в день очищения его, в седьмой день должен остричь ее, и в восьмой день должен принести двух горлиц или двух молодых голубей к священнику, ко входу скини собрание. Священник одну из птиц принесет жертву за грех, а другую во все сожжение, и очистит его от осквернения мертвым телом, и осветит голову его в тот день. И должен он снова начать посвященные Господу дни Назарейства своего, и принести однолетнего агнца в жертву повинности. Прежние же дни пропали, потому что Назарейство его осквернено. И вот закон о Назарее, когда исполнятся дни Назарейства его, должно принести его, привести ко входу скини собрание, и он принесет жертву Господа одного однолетнего агнца без порока во всесожжение, И одну однолетнюю агнецу без порока в жертву за грех, и одного овна без порока в жертву мирную, и корзину опресноков из пшеничной муки и хлебов, испеченных с елеем, и пресных лепешек, помазанных елеем, и при них хлебное приношение и возлияние. И представит сие священник пред Господа, и принесет жертву его за грех и всесожжение его. Овна принесет жертву мирную Господу с корзиной опресноков, также совершит священник хлебное приношение его и возлияние его. И острижет Назарей у входа скини собрание голову Назарейства своего, и возьмет волосы головы Назарейства своего, и положит на огонь, который под мирную жертву, и возьмет священник сваренное плечо овна, и один пресный пирог из корзины, и одну пресную лепешку, и положит на руки Назарею. После того, как острижет он голову Назарейства своего, и вознесет сие священник, потрясая пред Господом. Это святыня для священника, сверх груди потрясания и сверх плеча возношения. После сего Назарей может пить вино. Вот закон о Назарее, который дал обет, и жертвуя его Господу за Назарейство свое. Кроме того, что позволит ему достаток его, по обету своему, какой он даст, так и должен он делать, сверхузаконенного о Назарействе его. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обрадит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир, так пусть призывает имя мое и сынов Израилевых, и я Господь благословлю их. Числа 7 глава. Когда Моисей поставил скинию и помазал ее, и осветил ее, и все принадлежности ее, и жертвенник, и все принадлежности его, и помазал их, и осветил их, тогда пришли двенадцать начальников Израилевых, главы семейств, начальники колен, заведовавшие исчислением, И представили приношение свое пред Господа шесть крытых повозок и двенадцать валов по одной повозке от двух начальников и по одному валу от каждого, и представили сие пред скинию. И сказал Господь Моисею, говоря, возьми от них, это будет для отправления работ пред скини и собрания, и отдай это левитам, смотря по роду службы их. И взял Моисей повозки и валов, и отдал их левитам. Две повозки и четырех валов отдал сынам Герсоновам по роду службы их, и четыре повозки и восемь валов отдал сынам Мирарианам по роду службы их, поднадзоры Ифамара, сына Аарона, священника. А сынам Каафам не дал, потому что служба их носить в святилище, на плечах они должны носить. И принесили начальники жертвы освящения жертвенника в день помазания его, и представили начальники приношение свое пред жертвенник. И сказал Господь Моисею, по одному начальнику в день пусть приносят приношение свое для освящения жертвенника. В первый день принес приношение свое на Асон, сына Минадава от колена Иудина. Приношением было одно серебряное блюдо весом 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному, наполненная пшеничной мукою, смешанную с селеем, в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнес во всесожжение, один козел в жертву за грех. И в жертву мирную два вала, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнесов. Вот приношение на Асона, сына Минадава. Во второй день принес на Фанаил Ценцуара, начальник колена из Сахарова. Он принес от себя приношение одно серебряное блюдо весом 130 сиклей, одну серебряную чашу в 70 сиклей по сиклю священному, наполненной пшеничной мукой, смешанной с селеем, в приношение хлебное. Одну золотую кадильницу в 10 сиклей, наполненную курением. Одного тельца, одного овна, одного однолетнего агнца во всесожжение. Одного козла в жертву за грех. И в жертву мирную двух валов, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев. Вот приношение на Фанаила, сына Цуарова. В третий день начальник сынов Завуловновых, Елеаф, сын Хелона. Приношение в одно серебряное блюдо весом 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей. По сиклю священному, наполненной пшеничной мукой, смешанной с селеем, в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненной курением. Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение. Один козел в жертву за грех. И в жертву мирную два вала, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев. Вот приношение Елеава, сына Хелонова. В четвертый день начальник сынов Рувимовых, Елецур, сын Шедиуров. Приношение в одно серебряное блюдо весом 130 сиклей. Одна серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному. Наполненная пшеничной мукой, смешанная с селеем, в приношение хлебное. Одна золотая кадильница и 10 сиклей, наполненная курением. Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение. Один козел в жертву за грех. И в жертву мирную два вала, пять овнов, пять козлов и пять однолетних агнцев. Вот приношение Еле Сура, сына Шедиурова. В пятый день начальник сынов Симеоновых, Шалумаил, сын Сури Шалдая. В приношении его одно стеребряное блюдо в 130 сиклей. Одна стеребряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному. Наполненная пшеничной мукой, смешанной с селеем, в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение. Один козел в жертву за грех. И в жертву мирную два вала, пять овнов, пять козлов и пять однолетних агнцев. Вот приношение Шалумаила, сына Сури Шаддаева. В шестой день начальник сынов Гадовых и Элиасав, сын Ригуила. В приношении его одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей. Одна серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному. Наполненная пшеничной мукой, смешанной с селеем, в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение. Один козел в жертву за грех. И в жертву мирную два вала, пять овнов, пять козлов и пять однолетних агнцев. Вот приношение Элиасава, сына Ригуилова. В седьмой день начальник сынов Ефремовых и Элишама, сын Амиуда. Приношение его одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей. Одна серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному. Наполненная пшеничной мукой, смешанной с селеем, в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение. Один козел в жертву за грех. И в жертву мирную два вала, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев. Вот приношение Елишамы, сына Амиудова. Восьмой день начальных сынов монастейных Гамалиил, сын Педацура. В приношении его одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей. Одна серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному. Наполненная пшеничной мукою, смешанной с селеем. В приношении хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение. Один козел в жертву за грех. И в жертву мирную два вала, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев. Вот приношение Гамалиила, сына Педацурова. В девятый день начальных сынов Вениаминовых, Аведан, сын Гедеония. Приношение его одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей. Одна серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному. Наполненная пшеничной мукой, смешанной с селеем. Приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение. Один козел в жертву за грех. И в жертву мирную два вала, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев. Вот приношение Аведана, сына Гедеониева. В десятый день начальник сынов Дановых, Ахиезер, сын Амишаддая. В приношении его одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей. Один серебряная чаша одна в 70 сиклей, по сиклю священному. Наполненная пшеничной мукой, смешанной с селеем. В приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение. Один козел в жертву за грех. И в жертву мирную два вала, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев. Вот приношение Ахиезера, сына Амишаддаева. В одиннадцатый день начальник сынов Асирова погеил, сын охрана. Приношение его одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей. Одна серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному. Наполненная пшеничной мукой, смешанной с селеем. В приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение. Один козел в жертву за грех. И в жертву мирную два вала, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев. Вот приношение погеила, сына охрана. В двенадцатый день начальник сыновни Фалимова Хахира, сын Янана. Приношение его одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей. Одна серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному. Наполненная пшеничной мукой, смешанной с селеем. В приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение. Один козел в жертву за грех. И в жертву мирную два вала, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев. Вот приношение Ахиры, сына Янанова. Вот приношение от начальников Израилевых. При освящении жертвенников в день помазания его. 12 серебряных блюд, 12 серебряных чаш, 12 золотых кадильниц. По 130 сиклей серебра в каждом блюде и по 70 в каждой чаше. Итак, всего серебра в сиксосудах 2400 сиклей. По сиклю священному. Золотых кадильниц, наполненных курениями, 12. В каждой кадильнице по 10 сиклей. По сиклю священному. Всего золото в кадильницах 120 сиклей. Во всесожжение всего 12 тельцов из скота крупного, 12 овнов, 12 однолетних агнцев. И при них хлебное приношение, и в жертву за грех 12 козлов. И в жертву мирную всего из крупного скота 24 тельца, 60 овнов, 61-летних козлов, 60 однолетних агнцев без порока. Вот приношение при освящении жертвенника после помазания его. Когда Моисей входил в кискинию собрание, чтобы говорить с Господом, слышал голос, говорящий ему с крышки, которая над ковчегом откровения между двумя двух херувимов. И он говорил ему. Числа, глава 8. И сказал Господь Моисею, говоря, объяви Аарона и скажи ему, когда ты будешь зажигать лампады, то на передней стороне светильника должны гореть семь лампад. Аарон так и сделал, на передней стороне светильника зажег лампады его, как повелел Господь Моисею. И вот устройство светильника. Щеканный он из золота. От стебля его до цветков щеканный. По образу, который показал Господь Моисею, он сделал светильник. И сказал Господь Моисею, говоря, возьми левитов из среды сынов Израилевых и очисти их. А чтобы очистить их, поступи с ними так. Акропи их очистительной водою, и пусть они обреют бритвой все тело свое, и вымоют одежды свои, и будут чисты. И пусть возьмут тельца и хлебное приношение к нему, пшеничной муки, смешанной с селеем, и другого тельца возьми в жертву за грех. И приведи левитов в предскинию собрание, и собери все общество сынов Израилевых. И приведи левитов их пред Господа, и пусть возложат сыны Израиля руки свои на левитов. А Аарон же пусть совершит над левитами посвящение их пред Господом от сынов Израилевых, чтобы отправляли они служение Господу. А левиты пусть возложат руки свои на голову тельцов, и принеси одного в жертву за грех, а другого в осторжение Господу для очищения левитов. И поставь левитов пред Аароном и перед сынами его, и соверши над ними посвящение их Господу. Итак, отдели левитов от сынов Израилевых, чтобы левиты были моими. После сего войдут левиты служить в скинии собрания, когда ты очистишь их, и совершишь над ними посвящение их. Ибо они отданы мне из сынов Израилевых, вместо всех первенцев из сынов Израилевых, разверзающих всякие ложесна. Я беру их себе. Ибо мои первенцы все у сынов Израилевых, от человека до скота. В тот день, когда я поразил всех первенцев в земле египетской, я осветил их себе. И взял левитов вместо всех первенцев у сынов Израилевых. И отдал левитов Аарону и сынам его из среды сынов Израилевых, чтобы они отправляли службы за сынов Израилевых при скинии собрания. И служили охранением для сынов Израилевых, чтобы не постигло сынов Израилевых поражение, когда бы сыны Израилевых приступили к святилищу. И сделали так Моисея и Аарон и всеобщество сынов Израилевых с левитами, как повелел Господь Моисею о левитах, так и сделали с ними сыны Израилевых. И очистились левиты и омыли одежды свои. И совершил над ними Аарон посвящение их пред Господом. И очистил их Аарон, чтобы сделать их чистыми. После сего пошли левиты отправлять службы свои в скинии собрания пред Аароном и перед сынами его. Как повелел Господь Моисея и левитам, так и сделали они с ними. И сказал Господь Моисею, говоря, Вот закон о левитах, от двадцати пяти лет и выше должны вступать они в службу для работ при скинии собрания. А в пятьдесят лет должны прекращать отправление работы и более не работать. Тогда пусть помогают они братьям своим содержать стражу при скинии собрания. А работать же пусть не работают. Так поступая с левитами касательно служения их. Числа. Глава девятая. И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской во второй год по исшествию их из земли Египетской в первый месяц говоря, Пусть сыны Израилю совершат Пасху в назначенное для нее время. В четырнадцатый день сего месяца вечером совершите ее в назначенное для нее время. По всем постановлениям и по всем обрядам ее совершите ее. И сказал Моисей сынам Израилю, чтобы совершили Пасху. И совершили они Пасху в первый месяц в четырнадцатый день месяца вечером в пустыне Синайской. Во всем, как повелел Господь Моисей, так и поступили сыны Израилевы. «Были люди, которые были нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим, и не могли совершить Пасхи в тот день, и пришли они к Моисею и Аарону в тот день. И сказали ему те люди, мы нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим, для чего нас лишать того, чтобы мы принесли приношение Господу в назначенное время среди сынов Израилевых? И сказал им Моисею, постойте, я послушаю, что повелит о вас Господь? И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, если кто из вас или из потомков ваших будет нечист от прикосновения к мертвому телу или будет в дальней дороге, то и он должен совершить Пасху Господню. В четырнадцатый день второго месяца вечером пусть таковые совершат ее, и с опресноками и горькими травами пусть едят ее, и пусть не оставляют от нее до утра, и костей ее не сокрушают, пусть совершат ее по всем уставам о Пасхе. А кто чист и не находится в дальней дороге и не совершит Пасхи, истребится душа та из народа своего, ибо он не принес приношение Господу в свое время, понесет на себе грех человек тот. Если будет жить у вас пришелец, то и он должен совершать Пасху Господню по уставу о Пасхе и по обряду ее он должен совершить ее. Один устав пусть будет у вас и для пришельца, и для туземца. В тот день, когда поставлена была скиния, облако покрыло скинию откровения, и с вечера на скинии как бы огонь виден был до самого утра. Так было и всегда, облако покрывало ее днем и подобие огня ночью. И когда облако поднималось от скинии, тогда сыны Израиля отправлялись в путь. И на месте, где останавливалось облако, там останавливались с станом сыны Израилева. По повелению Господню отправили сыны Израилеву в путь. И по повелению Господню остановились во все то время, когда облако стояло над скинией, и они стояли. Если облако долгое время было над скинией, то и сыны Израилевы следовали этому указанию Господа и не отправлялись. Иногда же облако немного времени было над скинией. Они по указанию Господню останавливались, а по указанию Господню отправлялись в путь. Иногда облако стояло только от вечера до утра, и поутру поднималось облако. Тогда и они отправлялись, или день и ночь стояло облако, и когда поднималось, и они тогда отправлялись. Или если два дня, или месяц, или несколько дней стояло облако над скинией, то и сыны Израилевы стояли и не отправлялись в путь. А когда оно поднималось, тогда отправлялись. По указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь. Следовали указанию Господа по повелению Господню, данному через Моисея.